А в продолжении темы декоративных столиков на этом занятии мы с вами постараемся смоделировать кофейный столик в так называемых восточных мотивах. Строить будем также поэтапно и начнем с его верхней части, самая рабочая это столешница. Переходим в вид сверху, а столешница у нас будет шестигранная, поэтому построим путь шестигранник. Для того, чтобы нам его построить точно по центру, выберем метод построения свода клавиатуры. Оставляем опорную точку полностью нулевые и задаем радиус. У нас столешница будет где-то 450 миллиметров шириной, значит соответственно половина радиус будет 225 и крядь создать. Далее делаем толщину столешницы. Для этого переходим во фронтальный вид и строим контейнер, в который впишем профиль. Так, задаем им сразу размер. У нас столешница будет из 18 плиты, значит соответственно 18 на 18. Так, их изолируем и построим этот профиль. Конвертируем сразу, редактируем сплайн на уровень вертексов и отредактируем эту линию. Так, Конор Берье, где-то таким вот образом. Ну, где-то вот такая форма. Так, нам нужно еще вот эти две точки желательно сглазить, поэтому берем команду filet и немного сглаживаем их. Так, убираем уже ненужный нам контейнер. Берем путь и ищем модификатор Bevel Profile. Bevel Profile и назначаем наш профиль. Так, вот в данном случае наша столешница. Ну, никаких-то претензий особых нету. Для того, чтобы нам она не мешала, мы просто выделяем ее вместе с профилем и скрываем временно. Следующий этап. На следующем этапе нам нужно построить ножки. Так как у нас шестигранная столешница, значит, соответственно, нам будет шесть ног. Ну, для того, чтобы нам ее построить, создадим также на фронтальном виде контейнер условный, чтобы нам из размера не выбиваться. И зададим ему размеры. Так, у нас столешница где-то в районе, столик в районе 50 сантиметров. Минус столешница и ножки, ну, где-то в районе 40 сантиметров. То есть, мы берем здесь у нас 400 миллиметров. И сам брусок, из чего будет делаться нога, у нас где-то 35 миллиметров. Окей, так. Следующее, чтобы нам было удобно его строить, нам нужно его поднять на условную вот эту нашу плоскость. То есть, на мировую ось координаты. А высота у нас 400 миллиметров. Значит, соответственно, сначала мы обнуляем по оси Х и У. Обнуляем здесь, то есть, он встает у нас по центру. И поднимаем на 200 миллиметров. Вот у нас он встает на эту нашу условную плоскость. Следующее, что у нас будут два таких прямоугольных элемента вверху, где царки проходят. И внизу элемент перед плоскостью ног. Вот эти два элемента нам нужно построить. То есть, мы выходим в вид сверху. И берем, строим условный бокс. Задаем ему параметры. Так, у нас он на 35. И толщина у нас, ну там не более 30 тоже миллиметров. Ну, даже, да, да, где-то 30 миллиметров. Вот такой вот элемент. Так, сразу мы его устанавливаем по нолям. Обнуляем. Еще раз напомню, чтобы обнулить, нужно правой кнопкой мыши нажать на стрелочках. Все. То есть, обнулили. И у нас четко встало в точку координат. То есть, здесь четко встало у нас по этой оси. Следующее, что нам нужно сделать второй элемент. Для этого мы просто с шифтом зажатым копируем. Создаем копию. Но у нас этот элемент не 30, а где-то в районе 60 миллиметров будет. Так, сделали. И следующее, что нам нужно сделать. Нам нужно поставить его вот именно по этому габаритному контейнеру. Для этого берем команду выровнять. Берем габаритный этот контейнер. Выравнивать нам нужно по оси Y. У нас вот она отмечена. Только не по центрам, а по максимуму. Окей. Сейчас мы проверим, что у нас. Все прекрасно, все нормально встало. Следующий этап. Убираем сеточку, она слишком мешает. Следующий этап. Нам нужно вот эту паузу заполнить точеным элементом. Для этого берем линию. Команду. И рисуем этот наш профиль. Но каким он должен быть профиль. Но в основе всех этих точенных элементов. Балясин лежит. Обычно. Какая-то посуда. Какие-то керамические сосуды. Которые в свою очередь. Произошли от элементов растительных. Каких-то цветов. Что-то подобное мы, наверное, и сделаем. Так. Нарисуем. Сначала вот такой элементик. Вступительный. Потом в виде цветка. Лепестка элемент. И завершающий один элементик. Так. Вот. Конвертируем в редактируемый сплайн. Единицу нажимаем. Выходим на вертексы. И начинаем строить. Так. Ну, во-первых. Сначала. Установим их нормально. Где-то вот так. Ага. Так. Где-то вот таким вот образом. Так. Здесь мы точки задаем безе. Так. Опа. Так. Так. Опа. Безье. Так. Вот таким вот образом. А вот эти две точки у нас будут Конор Безье. Мы таких вот. Так. Угу. Так. Угу. Здесь у нас также Конор Безье. Безье. Угу. 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 Здесь также Конор Безье у нас. Угу. 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 можно потом будет еще отредактировать перед тем как сращивать эти все три элемента. Так что пока оставим мы на таком уровне. Берем модифай изменить и модификатор late находим. Так late у нас. Берем по минимуму. Выделяем ось вращения и расширяем где-то вот такой у нас будет элемент. Так следующее что нам нужно сделать. Так мы сеточку возвращаем. Вот у нас эти все элементы стоят по осевой линии. Нам нужно вот этот точеный элемент так как мы условно вручную выдвинули ось. Нужно чтобы он стал тоже по осевой линии. Чтобы не было никаких искажений. Для этого просто берем это выделенный этот элемент точеный. Выровнять и берем один из вот этих вот прямоугольников. И нам нужно выровнять это по оси Y. По центрам берем. А лучше всего по всем осям. Это будет надежнее. Так и опускаем его. Здесь уже так чисто условно ставим. Вот так вот. Вот таким вот образом он у нас встал. Вот теперь у нас он сейчас вот посмотрим. Он точно идет по осевой линии. То есть никаких искажений не будет. Вот сейчас пока у нас мы не срастили. Их не конвертировали. Вот сейчас можно немножко подредактировать. А что здесь вот не не нравится. То что слишком сильное утончение здесь. Значит соответственно мы так изменить. Выходим на линию вертексы. А делом уникальным его. Выделяем вертексы и прибавляем. Ну где-то вот такой вот элемент. Так. Нужно еще так. Еще вот. с этой точкой разобраться. Так. По-моему ее нужно чуть-чуть немножко опустить. Вот так вот. Вот таким вот образом. Так сделали. Теперь следующее что нам нужно. Мы убираем нам уже ненужный контейнер. Так. И вот эти все три элемента нам нужно срастить. Сшить. Можно так сказать. Так. Сетку убираем. А выделяем один из них. Изменить. То есть конвертируем его в полигоны. Берем команду touch. И присоединяем оставшиеся вот эти два. Далее выходим на уровень полигонов. И нам нужно убрать ненужные нам полигоны. Вот этот вот один для того чтобы срастить. И вот здесь у нас второй полигон. То есть мы убираем для того чтобы нам срастить. Так. Включаем отображение граней. Берем border. Так. Одну грань берем. Так. Слишком далеко у нас это все уехало. Где у нас. Так. С control вторую. Так. Теперь опускаемся вниз. С control берем эту грань. И с control также берем эту грань. И команду bridge. Так. Ищем где у нас bridge. Вот у нас команда bridge. И мы вот эти вот плоскости заполнили. Соединили. Ну единственное что мы не делали здесь еще дополнительных плоскостей. Ну я думаю здесь ничего страшного. Единственное минус может быть при наложении текстур. Так. У нас пока выделены вот эти вот грани. То есть на уровне грани выйдем. Сейчас выделим еще. Так. Зажатый control. Так. Переключаемся. Сможем выделить этот. Так. Хорошо. Далее что у нас. Так. Так. Переключаемся. Выделяем эти грани. Так. Здесь выделяем. Так. Переключаемся. И с control здесь выделяем. Берем команду chamfer. Так. И здесь наверное слишком много. Это единица. Ну вот. Где-то 0.5 будет в принципе нормально. Вот мы сняли фасочку и сделали. То есть на этом второй этап у нас заканчивается. Следующее что нам нужно сделать. Сделать 6 ног симметрично относительно центра столешницы. Для этого. Так. Мы переходим на вид спереди. Да. И строим. Строим также многоугольник. Вводим ввод с клавиатуры. Также нулевую точку. Но здесь у нас уже будет не 450, а 400. Значит соответственно берем просто 200. 200, ok, create, создать. Так. Ось у нас по центру. То что нам и нужно. Теперь мы включаем угловую привязку. И начинаем вращать. Так. Берем чтобы нам было удобнее. И начинаем вращать до пересечения одной из граней. По 5. Вот. 30 градусов. Так. Все прекрасно. А теперь выделяем вот эту вот ногу. Так. И ставим ее вот сюда вот в угол. Встанавливаем по центрам. Так. И для того чтобы нам расположить их по периметру по этим углам. Нам нужно опорную точку привязки переместить вот в этот центр. так как он является центром этой оси. Эту точку центр. И перемещаем его. Ну как бы. Поставили по нолям. Хорошо. Так. И теперь берем команду вращение. У нас угловая привязочка привязана. И с шифтом мы начинаем вращать. Так. И сколько у нас здесь? Так. Вот это у нас 60 градусов. Так. Раз. И нам нужно сколько их здесь? 6 штук. 6 штук. Окей. Оп. То есть вот получили наши ноги.